всем доброго времени суток сегодня такой пилотный выпуск будет называться рубрика toxic не буду не знаю буду ее продолжать или нет скорее всего вряд ли вам не очень нравится когда я кого-то гноблю по делу или без но блять вот как есть на вчера вам всем известно было наверное короче два часа лежали сервера то есть ну что именно лежала лежал логин короче заходишь тут как происходит типа там ты вошел и как бы все и можешь еще разжать симулятор так сказать бой симулятор нажатие на кнопочку играть но игры как таковой нет то есть и не было вот так вот сидишь короче и страдающие не обратите внимание то есть но вот время нужно было заходить делать дичем пока это было возможно но заходить как бы не получалось мы не могли зайти это уже времени куча прошло подрубили сервера но кнопочки играть не появилась ну вот такая вот фигня то есть просто кнопочки играть нету обновляешь уже в логин зашел но кнопочки играть нет просто ну то есть никакой проблемы с интернетом нету сайт обновляется сайтом тоже никакой проблемы но вот играть кнопочки нет то есть ее брали сразу хочу сказать что это было вчера новости до сих пор по сей день ничего нету то есть два часа сервера лежали два часа и никакой новости об этом нет то есть не изменений ничего об этом нет то есть объясните мне вот одну вещь почему иного считает что мы должны как должное воспринимать то что сервера два часа лежали типа ну лежали и лежали чуть чуть сделать да так получается что почему мы должны это воспринимать как должное почему они нас считают быдлом потому что но другого просто не дано потому что если бы они считали бы нас за нормальных людей они бы как минимум изменились бы и что-нибудь бы начислили потому что 2 часа времени прошло это был час пик ну образно говоря час пик это было обнуление квестов ну и параллельно переходим а дальше 2 минуты короче стояли мы как вы видите все милишники запрыгнуть у меня какие-то не получилось а и челик стоял короче тот на комагр был кто это я пока не вижу в общем не суть важно кто это кто-то вот этот или этот суть в чем 2 минуты мы стояли смотрели как люди кидают в него снежки данж который проходится 2 минуты мы только 2 минуты стояли на первом боссе смотрели как же это прикольно к нему никто не пытался запрыгнуть соответственно ну потому что из боя выйти не получится не получится когда кто-то другой в бою в данже то есть мы ждали очень долго и соответственно обычно бегают крутят он опускается назад а здесь просто стояли бы мне упадали всякой хереней бомбанул у меня пока она от этого ну и здесь тоже самое в принципе так же проходил люди короче один умер лежал мертвый пока это было и обратите внимание на дпс то есть 20 син 200к дпс пати с локом пати с ганером откат был как вы видите то есть мы убьем больше 3 минут 200к дпс 120 он с лисой то есть ну и вообще то есть вот здесь еще 19 здесь хм 19 это прошлый 15 хм 20 это прошлый 16 хм то есть вот такой вот дпс у людей здесь у меня на этом сине нету даже подвески но тем не менее дпс у меня здесь вполне себе хорош ну под относительно пати то есть ну и люди по кд умирали там 3 или 4 человека умирало в общей сложности вот смотрите вот мой эквип как вам такой эквип с моим дпс то есть триграммы неточные все обычные триграммы ну обычный твинг и инвалид пишет что пати инвалидов так вот так с видосами мы закончили переходим к вот этому то есть помните как я уже говорил что иногда когда ты вроде бы стараешься что то делаешь бывает такое что система в 6 на 6 не дает тебе рейтинг она считает за то что ты стоял у фк то есть да я понимаю что у меня здесь 15000 дпс а понимаю прекрасно но у меня у одного здесь счет положительный в том плане что у меня захвачено 2 базы то есть а я напоминаю что это озеро ясновых китов где суть этой карты такова чтобы поставить 3 рога своих и все будет победа то есть либо птсов накопить либо время кончится либо поставить 3 рога то есть я два раза воровал рог естественно я его не донес потому что ну вы видите по пати что за пати получилось ну и вообще как мои впечатления от нового патча на тринах очень плохо сейчас заливать птс и ну просто вот плохо заливать птс просто фактически это невозможно потому что ну дпс у тебя естественно какой а люди гораздо одет одетые одетие стали более заберем то есть ну и здесь просто очередной как бы баланс подбора но здесь то есть так оно и понятно ну я общем к чему это говорю что система почитала что у меня за фк то есть я писал по этому поводу в техподдержку мне ответили что типа ну вы же видите что у вас 15 тысяч дпс а вы не играли вы не играли я говорю а вы обратите внимание что у меня говорю у одного из команды есть хоть какой то счет то есть не в убийствах а в захвате базы они говорят ну это не наша проблема нужно было дпс то есть зачем делать механику иди дпс чтобы с тебя как бы не сняли птс и не зачитала тебя в афк то есть и я здесь еще не обратил внимание у меня висело победе сильнейший чтобы дать камушков для проточки там свои альты в общем я завтыкал короче я отыграл три матча но один матч не засчитался соответственно в квест также не пошел ну и в общем мне пришлось ждать еще три дня пока пройдет и опять яшмолики ты будут чтобы получить этот квест вот такие пирожки далее что у нас еще есть по новостям по новостям есть вот недавно мне написал человек попросил пройти короче кошку ему надо было один разочек пройти сделать квестик получить ачивку получить титул лунный танцор ну титул неплохой в принципе на ганере на ганере я первый раз играл на ганере первый раз в жизни я играл на ганере кошку прошел и всех боссов прошел с первого раза кстати 570 тысяч у него с первого раза прошел прикиньте просто вот вот что значит легкий класс мне нравился мастер гнева то есть я уже есть видео где я говорю что мастер гнева ибо вот теперь я поиграл на ганере могу сказать смело что ганер ничем не уступает мастеру гнева он такая же имба очень очень легкий и очень приятный класс то есть ну играешь и очень очень получаешь комфорт получаешь прям неимоверное удовольствие от того пока играешь ну и каста что касательно кошки еще хотелось бы сказать то есть там есть баг такой даешь пяти ударник либо блочишь если у тебя там какой-нибудь м там кфм блочишь и тогда ты не получаешь стаки вот получается ее пяти ударника но суть в том что есть инвулишься любыми другими способами все ты стаки получаешь это явно баг потому что но как это бред потому что даже тот же самый сен если я сеном на основе делаю то есть все четко в тайминге на меня все равно вешается один стак потому что она делает 6 ударов по уму ну или пяти ударник у меня кастуется быстрее хотя я кастую прям буквально в последнюю миллисекунду по видео вы можете посмотреть у меня есть прохождение там все четко сделано а и касательно контроля то есть вам известно что она сначала кидает щит себе либо стану либо опрокид и уже потом вторым контролем вы должны его законтролить но если играть на кфм зетка кфм овская то есть допустим у тебя на кошки нужно дать сначала опрокид чтобы сбить щит затем дать ему любой другой контроль я кидаю стан вместо опрокида и он проходит он ее станет понимаете то есть вот такая как бы справедливость и несправедливость у ганера в общем то же самое с двоечкой абсолютно все то же самое как и у кфм то есть достаточно одного контроля вместо двух но это тоже я считаю это багом хотя всем по моему всем насрать правильно я же правильно понимаю что ну во всяком случае если не вам то разработчикам точно насрать потому что фикс тени них они собираются им просто похону все но и в общем на такой вот скажем непонятной ноте мы закончим токсить потому что ну мне кажется это немножко бессмысленно и пишите комментарии всем счастливо ребят всем пока